Продолжение следует... Продолжение следует... Вот столько людей приехало сюда. Вот они зачем приехали? Потому что верят во что-то кому-то. А во что они верят? Не знаю. Ну, я хочу понять, почему столько много людей пришли вот сюда? Чтобы поклониться, приложиться к мощам Николая Угодника. Чудотворцы? Да. Из баре привезли. Сегодня только. Скажите, пожалуйста, зачем вот эти люди идут? Что? Мощамцы. А? Мощамцы. Это тебе Николай, чудотворцы. Сегодня прибыли. А что это дает вообще? Что это дает? Поклониться и попросить помощи. Во-первых, поклониться. Вот, скажите, вот для чего вот люди стоят в такую большую очередь? Зачем они вообще сюда пришли? Зачем? Да. Поклониться мощам Николая Угодника Творца. А некоторые говорят, что это чуть ли не язычество. Кто вам сказал? Ну, поклоняться костям, может быть, вполне достаточно исполнять заповеди. Нет? Ну, вы знаете, мощи святых, они в православии являются святынями. Они нетленны. Они исцеляют. Исцеляют по благодати Божией. То есть Божья благодать через святых и нисходит на православных верующих. Но говорят, что главное все-таки это вера, чтобы человек сам верил. Безусловно, вера. Но вера должна на что-то отопираться. Вот недавно патриарх Кирилл сказал, что вот вся эта электроника, все эти наши, так сказать, мобильные телефоны, они существуют благодаря энергетическому полю, которое, наверное, можно назвать святым духом. Вот и окажется, что святой дух – это такой вселенский интернет, активный интернет, который способен на нас влиять. И мы можем подключаться к этому знанию благодаря молитве и вере. Вы знаете, я не проповедник, но я мыслю так, что вы можете трактовать это по-своему. Хотите, называйте его интернетом, хотите его называйте там еще чем-то. Но как только вера поколеблется, так, я думаю, будет очень плохо. Тогда уже никто не узнает, что и где мы и так далее. Так что, видите, не зря люди стоят, значит, есть за что стоять и надеяться и верить. У меня было событие в жизни, когда дочка попала под машину. И я первая, что побежала от Николаевича, в церковь. И он помог. Дочка поправилась. Человеки тоже говорят, что, мол, поклонение мощам – все это не важно. Главное – заповеди исполнять. Нет, заповеди исполнять и не делать добро – это иудейство. Понимаете, когда люди только заповеди исполняют. Ну, православные христиане исполняют главную заповедь – люби ближнего своего. Мы так это исполняем очень тяжело. У нас никто это не исполняет, если честно. Так что любить ближнего – это очень тяжело. По-настоящему, как бы Бог делал. И пожертвовать собой ради любить ближнего. Да. Это немногие могут. Единицы вообще, наверное, до сих пор можно по пальчикам считать. А вот ты зачем пришел в эту очередь стоять? Ну, я хочу попросить здоровья. Себе? И маме тоже. Мне просто приятно просить у святых, потому что они делали добро. И хочется всем делать добро тоже. А ты не хочешь стать вот таким же, как Николай? Ну, это, наверное, очень трудно. Нужно очень быть с крепкой силой воли. С крепкой силой воли нужно быть. Ну, он такой же, как ты был. Тоже в храм ходил. Ну, это нужно очень много людям помогать. Ну, а ты готов? Угу. Может, ты тоже таким станешь? Будем надеяться. Вот как вам кажется, почему так много людей? Почему так много людей пришло? Поклониться пришли все Николаю Чудотворцу. Безусловно. Что, просто поклониться или, может быть, чего-то хотят от этого? Попросить, кто поблагодарить, кто поблагодарить. Я так думаю. Я вообще не знаю. Я поклониться, попросить, поблагодарить все, что у меня есть. А вот говорят, что все, что должен человек просить, это только вразуми и наставь. А все остальное должен делать сам. Не знаю. Да, я считаю, что все Бог дает. Все, что у нас есть, в мире есть. Все Бог дал. Прошу я много, но получаю то, что мне надо. Вот так бы и не было. Девушки, а можно узнать, вот вы зачем пришли сюда? С какой целью? Да. Мы хотим поклониться мощам. А зачем вам это надо? Мы считаем, что это великая святыня. И что-то изменится после этого? Надеемся, что да. А что вы хотите, чтобы изменилось? Ну, это личное. Вот скажите, пожалуйста, в чем все-таки святость Николая Марликийского? Почему люди так стремятся к нему? Потому что вот на Руси, я кратко просто скажу, потому что у нас на Руси вообще предел Пресвятой Богородицы, да? Ну, как бы, и все равно там, в этом пределе, как бы у нас, если вот так вот брать Русь, как церковь, мысленно представим, да? Как церковь, да? Вот у нас это предел, это удел Пресвятой Богородицы. И в нем предел Святителя Николая, потому что у нас очень почитаемый, это, наверное, из всех святых самый почитаемый святой. А почему? Святитель Николая. Почему именно он? Потому что вот, потому что вот он отзывался на просьбы людей русских. Вот так вот его русский народ полюбил. Я думаю так, потому что уже нет такого, наверное, человека, верующего, христианина, христианина такого, который бы не получил помощь от святителя Николая. А вы зачем пришли сюда? Приложиться. Приложиться? К чему? В церкви. Да? К Кокории. К Кокории. К Кокории Александра Невской. Нет, мы сегодня Николай Чудотворцы. Здесь есть, да? Николай Чудотворцы. Николай Чудотворцы? Да. И Александра Невской. А кто такой Николай Чудотворец? Ты знаешь? Святой. Святой? Да. Святой. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Можно спросить, тут зачем идёшь вообще? Что хочешь приобрести? Здоровье, счастье. А что для этого надо, чтобы это приобрести? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Терпимость, веру. Терпеливость и веру. И, наверное, любовь, самое главное. Ибо при высшей вере и надежде есть любовь. Спасибо. Спасибо. Что вы ждёте от того, что прикоснётесь к этим мощам? Хочу его поблагодарить. Он меня спас. Я лежал в больнице, и ему молился. Он меня спас. Просто спас. Вот скажите, пожалуйста, что вот вы хотите приобрести, прикоснувшись к мощам? Николая Чудотворца. Благодать. Благодать? Да, конечно. А чем благодать заслуживается? Верой, глубокой верой. Ну, ведь благодать – это, наверное, то, что зависит не от нас. Да. Это хочу получить духовное удовлетворение, скажем так, от посещения мощей. В конечном итоге, я думаю, это застётся где-нибудь там. Поэтому посещение мощей – это, я считаю, благо дело. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы побывали сейчас в храме, прикоснулись к мощам. Вы что-то почувствовали? У вас что-то изменилось? Изменилось сразу всё. Когда святитель Николай пришёл к нам, мы начинали день с очень тумурой, такие тяжёлые облака плыли над всем Петербургом. Вы заметили сегодня? Как только прибыли мощи, сперва над Александра Невского площадью небо раскрылось, кусочек сначала, потом мощи ближе, 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 потом действительно, это солнце. Святитель Николай – это наше солнце. Это больше, чем наш родной отец. Но вы что-то приобрели в результате? Того, что прикоснулись? Сегодня я чувствую, что я приобрёл вашу радость. Спасибо. Пожалуйста. Вот вы сейчас вышли из храма. Вы что-то почувствовали? Ну, какое-то облегчение, что ли, на душе. Облегчение? Да. А вы что? Возвышенность. Возвышенность? Вот, это почувствовали. А вы что-то просили? Да. Можно узнать, что? Чтоб веры дал. Это я просил. Вот вы вышли из храма, прикоснулись к мощам. Что-то у вас изменилось? Вы что-то почувствовали? Да, почувствовала что-то хорошее, светлое. А что именно? Ну, просто ощущение, ауру в храме. Вы о чем-то просили? Да, конечно, просила. А раньше просили? Исполнялось? Раньше я не была в храме Лавры. В Лавре. Первый раз. Буду ждать теперь. Вот мы побывали с вами в храме. Что вы почувствовали? У вас что-то изменилось? У меня, я впервые в жизни приложился к мощам, к частице, да, такой большой. Никогда чудотворца. Я выразил свое почтение. Вот ему, потому что я, ну, столько в жизни к нему обращался, он мне вот помогал. В больших ситуациях, когда у меня очень большие проблемы были. И дай бог, чтобы святитель Николаев в дальнейшем как бы не оставил нас. Я почувствовал, что выразил свое почтение ему. А вы что-то просили? Конечно. Просил и благодарил за предыдущую помощь. Ты была в храме-то? Тебе понравилось там? А что тебе понравилось там? Что понравилось? Тетя, дядя, скажи. Она сейчас плохо говорит у нас. Маленькая. А сколько тебе годиков? Покажи, сколько тебе годиков. Продолжение следует...